Здравствуйте, коллеги! С вами Исяков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Коррекция на фондовом рынке продолжается, американский доллар также начинает снижаться. Причиной тому идет рост как раз опасений на росте инфляции, но вот эти темы мы обсудим и сегодня. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, вопросы ваши оставляйте в комментариях. Один из запросов, который как раз был к прошлому видео, это что сейчас мы можем видеть это техническую коррекцию или более затяжное снижение. Если сказать в общем, то пока какой-то сильной коррекции здесь все-таки не видится. Конечно, это может быть техническая коррекция, мы видим, что индексы перекуплены, неделя началась с позитива, мы видели обновление локальных и исторических максимум по ряду индексов, но заканчивается неделя не самым благоприятным образом для индексов. Другими словами, коррекция на текущий момент сохраняется. Если брать данные движения, которые сейчас мы видим, то мы видим снижение и по европейским индексам, и по индексам соответственно американским. Ну и также ряд компаний тоже проседает на этом фоне. В первую очередь данное снижение вызвано опасением как раз роста инфляции, которая идет от роста как раз процентов по американским трежерис. Мы видим, что десятилетние облигации сейчас дают доходность 1,3%. Безусловно, это влияет также и на инфляцию, то есть ее боятся. Хотя, с другой стороны, федеральные резервные ФРС заявляют о том, что пока опасаться этого рано. То есть, да, инфляция может подрастать, но все-таки целевой уровень был в районе 3-3,5%. Пока до него еще, конечно, не дошли, поэтому пока говорить об этом рано. Но что еще важно, вчера был также комментарий от Джанет Йеллин, которая дала порталу CNBC о том, что она придерживается того, что больше пакет стимулирующих мер все-таки нужен. То есть, как раз тот, который все еще рассматривается, да, на 1,9 триллиона долларов, и она его полностью поддержит. Потому что, по ее мнению, эти деньги, они нужны для экономики. Если потратить деньги меньше, то, вероятно, это выльется большая проблема для экономики США. Потому что пока все еще идет борьба с коронавирусом, пока все еще идет восстановление, и нужно поддержать тех людей, кто потерял работу, и, соответственно, другие слои населения также в том числе. Поэтому сейчас этот вопрос тоже крайне активно обсуждается, и пока все еще находится на стадии рассмотрения. Следим за этими новостями, да, следим за этими событиями, но и, как я уже сказал, то есть техническая коррекция на рынке началась. Давайте посмотрим, что сейчас происходит по ключевым инструментам, да, где мы находимся, куда мы движемся. По евро-доллару. По евро-доллару сейчас мы можем говорить уже о вновь возобновлении роста по данному инструменту. Теперь с большей вероятностью мы уйдем выше отметки 1,2180, и дальше двинемся еще на 1,2320. То есть, именно там находятся сейчас целевые значения. Конечно, здесь областью сопротивления будет выступать область максимальной значения, которую мы видели в середине января, это отметка 1,2190. Просто вот если уходим выше данного уровня, то вероятность еще одного восходящего движения будет выше. Хотя мы видим, опять же, некоторые замедления в том восходящем тренде, который будет, вполне вероятно, что не дойдя до данных локальных максимумов, еще одно снижение мы увидим. Я пока здесь никаких действий по евро-доллару не предпринимаю. С одной стороны, да, мы продолжаем двигаться в рамках тренда, но не самый удачный уровень для того, чтобы входить как раз в эту позицию, поэтому пока здесь остаюсь вне рынка. По британской валюте коррекция завершилась довольно-таки быстро. Мы опять обновили локальный максимум, то есть это было вчера, и, собственно, здесь пока по британской валюте также сохраняется тенденция восходящая, собственно, к то, что мы видим на дневном таймфрейме. Собственно, устойчивый тренд с сентября 2020 года. Пока здесь ничего особо не меняется, идет, но и с другой стороны нет, по крайней мере, для меня, оптимальных уровней и точек для присоединения по данному инструменту, поэтому тоже здесь пока наблюдаю. По паре американский доллар, канадский доллар, и здесь мы вновь движемся по нисходящей. Опять мы перешли в фазу нисходящего движения, то есть в рамках этого тренда, который был здесь, в принципе, и обозначен. Вчера мы смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы в среду, поэтому сейчас с точки зрения, опять же, часового таймфрейма, мы можем говорить о том, что тенденция нисходящая здесь сохраняется. Но цели здесь не самые большие, то есть, в принципе, цель по данному снижению, это область минимальных значений 16 февраля, то есть, отношение риск-прибыль, опять же, в этой ситуации не самое оптимальное. Вот если бы эта ситуация была где-то в области 1.28.62, то тогда было бы интересно мне войти, и тогда бы я рассмотрел данный вход. То есть, ну, собственно, то, что я делал в начале января. Но пока здесь тоже остаюсь вне рынка, буду ждать все-таки еще одного. Вполне вероятно, что мы увидим здесь обновление минимальных значений, затем еще одну коррекцию, и тогда уже будет мне смысл вновь присоединяться к данному инструменту. Доллар-иена. Ну, вот как я и говорю, то есть, доллар-иена, в отличие от всех других инструментов, выглядит более интересно. Мы остановились в области сопротивления на максимальных значениях октября 2020 года, и оттуда как раз началось нисходящее движение. Мы видели, что инструмент был достаточно, ну, находился в зоне перекупленности, то же самое мы видели и в начале февраля, и по данному инструменту как раз сделка была более интересна. Здесь я сделку открывал по рынку, открыл ее несколько дней назад, собственно, сейчас ее продолжаю держать. В данном случае уже я перенес стоп-лосс примерно на точку входа, то есть вход у меня был по локальным максимуму четверга, и вот здесь у меня находится стоп-лосс. Тут я ставил еще отложенный ордер на докупку, то есть я брал часть объема, на этот случай, если будет еще одна волна коррекции, но сейчас уже данный отложенный ордер не актуален, поэтому его я удалю. Сегодня обновили локальный минимум, поэтому пока здесь все идет в рамках намеченного плана, то есть минимум обновили, поэтому пока тенденция нисходящая сохраняется, позицию буду держать и уже также контролировать это непосредственно стоп-лоссом. По австралийцу, да, двинулись на продолжение укреплений, то есть мы фактически торгуем сейчас вблизи локальных максимумов, то есть американский доллар снижается вместе с американским фондовым рынком. Поэтому, опять же, здесь не факт, что мы увидим там какой-то сильный перехай, то есть да, сейчас мы уже находимся в области сопротивления, поэтому вполне вероятно, что коррекция как раз на укрепление американского доллара последует вслед за падением американского фондовых индексов. Поэтому здесь ждем новых позиций, здесь я, конечно, открывать не буду, только если будет, соответственно, новая коррекция. И то же самое по новозеландцу. Здесь я, да, рассматриваю для себя вход на продолжение непосредственно роста, но, опять же, не самые удачные уровни здесь были, то есть мы фактически вот последние два месяца видим такой вялый боковик по новозеландцу, поэтому здесь позицию тоже не открою. Но в целом мы идем на обновление как раз максимальное значение, которое мы видели со второй половины января, видели в феврале, и уход выше данных уровней откроет дорогу уже на область максимальных значений начала января, то есть там именно целевой уровень у нас находится. Но вполне вероятно, что после этого мы можем увидеть как раз коррекцию, поэтому следим и наблюдаем. Золото. Золото сейчас выглядит интересно в том плане, что оно находится тоже достаточно в перепроданной зоне. Мы подошли к области минимальных значений, которые мы видели в ноябре прошлого года, уровень поддержки от которого потом мы видели рост примерно на 11%, поэтому с текущих уровней я готовлюсь к тому, чтобы войти в золото на покупку. То есть я добавил себе вот этот инструмент и за ним тоже буду пристально следить. Собственно, если сегодня или в понедельник мы увидим перехай предыдущего дня, то я поставлю также отложенные ордера и буду ждать коррекцию для того, чтобы к золоту присоединиться именно на рост. Здесь вполне вероятно как раз еще одно восходящее движение. Опять же, на фоне падения фондового рынка золото может немножко от этого получить позитивное движение восходящее. Поэтому за золотом тоже продолжаю пристально следить. Ну и индексы, как я уже сказал, то есть мы корректируемся. Сейчас находимся на области поддержки по индексу DAX. Вполне можем опуститься на 13500. Оттуда я бы рассматриваю уже также присоединение на продолжение как раз восходящего тренда. То есть техническая коррекция сейчас происходит. Собственно, с текущих уровней входить не буду. Буду ждать чуть более затяжной коррекции. То же самое по S&P 500. То есть мы, да, сейчас находимся на области поддержки, с которой также мы можем продолжать расти. Но пока у нас, опять же, не самые оптимальные уровни для входа. То есть мы торгуемся по 3911. То есть мы скорректировались от локальных максимум буквально на несколько процентов. Но если посмотреть по локальному максимуму, то это буквально там полтора процента. Если будет коррекция в области 3800, вот оттуда уже более интересно было бы зайти как раз на продолжение данного тренда. То есть по S&P 500 пока здесь тоже продолжаем наблюдать. Ну и нефть. Нефть тоже уходит в коррекцию. Собственно, сегодня мы уже обновили минимальные значения, которые были сформированы вчера. Но вчера весь день был на таком негативе. Фактически четверг открылись, мы немножко подросли. Обновили даже максимум, которые были в среду. Но потом весь день нефть падала. И сегодня мы обновили минимальные значения как раз четверга. Что с точки зрения часового таймфрейма у нас переводит фазу нисходящего движения. Поэтому коррекция здесь тоже сохраняется. Ну и взглянем тоже на Dow Jones. Dow Jones тоже происходит коррекционное движение. То есть последний локальный максимум был 16 февраля, когда мы обновили исторический максимум по индексу Dow Jones. Но сейчас мы видим, что и индекс старых экономик, индекс Wall Street продолжает тоже снижаться. Неделя заканчивается не самым позитивным образом для индексов. Мой портфелизации также несколько корректируются на несколько процентов. Но тем не менее, опять же, технические коррекции не бывают. Это нормально. Вряд ли пока мы можем ожидать более затяжной коррекции на 15-20%. Коррекция на 5-7% вполне может быть. И к этому нужно быть готовым. Но с другой стороны, опять же, это возможность зайти в интересные бумаги, зайти в индексы по более хорошей цене. Всем желаю хорошего завершения торговой недели. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Вопросы оставляйте в комментариях. Но мы увидимся на следующей неделе. И продолжим смотреть, что на рынке происходит. И что интересно ожидать уже на следующей неделе. Всем спасибо за внимание и до свидания.